Когда закончится война в Украине? Чего боится Кадыров? И откуда начнется развал России? Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамлашвили в эксклюзивном интервью рассказал о ситуации на фронте, планах контрнаступления и о своих прогнозах, когда вооруженные силы Украины освободят Крым и Донбасс. Вы стали инициатором создания и командиром Грузинского национального легиона, который сейчас бок о бок с представителями еще 33 стран защищает Украину. В вашем боевом послужном списке, если говорить о российско-украинской войне, битвы за Луганский аэропорт, Дебальцево, битвы за Киев, вы можете судить о том, как менялась российская армия. Скажите, вот эта чудовищная жестокость к пленным, колоссального масштаба мародерства и отношение к своим же солдатам, как к пушечному мясу, которое бросают на амбразуру, а раненых своих же раненых добивают прикладами. Вот эти качества всегда присутствовали или же только во время войны в Украине они проявились во всей красе? Я видел кадры, где члены семьи этих же солдат поощряют то, что они делают в Украине. И для меня это не было удивительным. Ну, я с детства практически имею дело как раз вот с этим менталитетом. Российский я начал учить в Плину, когда мне было 14. Меня это не удивляет, но дело в том, что уже и многих украинцев это не удивляет. Украинцы малыми шагами начали понимать, что реально из себя представляет Россия. И на сегодняшний день уже в первую очередь, наверное, украинцам ясно, что такое Россия, что такое русский менталитет и что значит дружба с Россией. Грузия и Украина сегодня на передовых фронтах борьбы с варварством. Вы воюете в Украине вот уже 8 лет, начиная с 2014-го. Как, на ваш взгляд, за это время трансформировалась украинская армия? Ведь сейчас, по сути, солдаты вооруженных сил Украины ценой своих жизней дают отпор так называемой второй армии мира. Украинская армия эволюционировала в лучшую сторону. И, на мой взгляд, она одна из самых боеспособных в мире на сегодняшний день. И ведет самую современную войну, которая когда-либо была на планете. Путин допустил большую ошибку в начале войны в Украине, потому что он недооценил те 8 лет подготовки практически вооруженных сил Украины, которые он сам же дал на подготовление. На днях в Варшаве состоялся международный форум по безопасности. И, безусловно, война в Украине стала одной из ключевых тем. Так вот, генерал-лейтенант, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес высказал свой прогноз о завершении войны. Он сказал, что ВСУ до конца года освободят Донбасс, а к лету уже будут в Крыму. Как вы полагаете, учитывая динамику контрнаступления, такие сроки реальны? Вполне адекватный, адекватно высказался Бен на этот счет, потому что украинская армия прогрессирует, она практически ведет контрнаступательную операцию, в которой участвуем и мы, и продвигается вперед. Я думаю, зима может немного затормозить процессы, но все-таки мы продолжим продвигаться. Все в зависимости от того, насколько быстро и насколько качественно нам передадут современное вооружение. Тему контрнаступления хотела бы продолжить. Грузинский легион принимал участие в освобождении Лимана, этот небольшой городок, который имеет огромное стратегическое значение для освобождения Луганской области. Бои были тяжелые, российские оккупанты вместе с силами ЧВК Вагнера получили приказ стоять до конца, как удалось переломить оборону и вытеснить оккупантов. Сказать, что они этот приказ хотели выполнить, я бы не сказал, потому что бои были довольно тяжелые. Там участвовала одна из наших спецгрупп, было несколько раненых парней. Тем не менее, они уничтожили довольно большое количество вражеской живой силы. Лиман – одно из направлений, как вы сказали, которое открывает потенциально уже дорогу на Луганскую область. Как вы оцениваете боевую подготовку у российских наемников? Я говорю о ЧВК Вагнер и ТикТок в войсках Кадырова. Насколько они серьезные противники на поле боя? У ЧВК Вагнера, я бы сказал, есть кое-какой боевой опыт, который они получили в Сирии и в разных уголках мира, куда их посылал Путин. Но это не та группировка войск, которая может оказать сопротивление украинской армии в полномасштабной войне. То, что касается Кадыровцев, они даже не приближаются к линии фронта. Они в основном находятся на второй, на третьей линии, потому что, во-первых, Кадыров очень боится попадания их в плен, потому что они очень быстро разговариваются в плену. Наверное, Кадырову это не нравится, и потому их меняют очень быстро. Попавший в плен Кадыровец меняется на протяжении нескольких часов. О роли Кадырова и Пригожина давайте поговорим детальнее. Как вы оцениваете то, что владельцы двух личных частных армий выступили против военного руководства России, начали критиковать Шойгу? О чем это говорит и, главное, что может последовать за этой критикой? Позиции Путина слабеют ежедневно. И они начали это понимать. Рано или поздно в этой войне Путина не станет. Его не станет физически, его не станет политически. Это не имеет большой разницы. Просто они понимают, что Путин совершил ошибку. Такую ошибку, которую ему не простят. И в экономическом смысле Россия будет слабеть ежедневно. И в военном смысле Россия показала, что у него нет абсолютно никакого потенциала. Объявление мобилизации в России, поставки этих трендронов, нехватка элементарных вещей, чтобы обеспечить солдат. Все эти факты говорят о том, что Россия исчерпала свой военный потенциал. И сил на войну с Украиной практически не осталось. В такой ситуации, как вы оцениваете потенциал грузинской армии открыть второй для России фронт? Все это зависит от того, как закончится война в Украине. Это взаимосвязанные процессы, которые не могут быть один без другого. После деоккупации Украины, я думаю, российские войска, если они еще останутся, они просто уйдут из Абхазии и из Хинвали, так называемой Осетии. Я думаю, они уйдут сами, потому что у них уже не будет никакого выбора. Они будут четко понимать, что следующие они... Как вы вообще оцениваете потенциал Кавказских республик воспрять против империи и начать свою борьбу за независимость от России? Недавно в сеть попали кадры, как дагестанские женщины весьма не церемонии с российскими силовиками, а некоторых даже обратили в бегство, устроили акции протеста против мобилизации. Женщины себя проявили. А как мужчины Кавказа? Готовы бороться за независимость? Развал Российской Федерации все-таки начнется на Кавказе. Это республики, которые не хотят жить с Россией, которые были оккупированы, хорошо это понимают. Хотя им внушают, что Россия всегда была другом. И Кавказ один раз в лице Чечни уже начал вооруженное сопротивление этому. Я думаю, и на этот раз Кавказ будет первым, который будет стараться выйти из-под влияния России. Поэтому вполне может быть Дагестан. Процессы должны, я думаю, начаться как раз на Северном Кавказе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!